Приветствую вас! Знаете, вот, то, что я могу сказать о вашем тексте в целом, это то, что он состоит из противоречий, во-первых, да, то есть текст в тексте давно сплошной противоречий. Вот. И заниженная самооценка, пожалуй. То есть даже не то, что заниженная самооценка, а, скорее, такое восприятие, что я не достойный чего-то хорошего, не достойный чего-то более лучшего, чем то, что есть у меня сейчас. Возможно, вы себя наказываете за что-то в глубине души, может быть, даже не осознавая. Возможно, вы отыгрываете что-то, знаете, бывает такая история, когда ребёнку, например, родители внущают, что он теперь должен всю жизнь расплачиваться, там, за то, что у родителей, там, его воспитали, вырастили и так далее. Ну, по-разному бывает. По-разному бывает. В любом случае, в любом случае, эти два основных аспекта, которые я выявил. Ну и, конечно же, ответ Кудряшова и Игоря Леонидовича является наиболее, на мой взгляд, точным, наиболее адекватным в вашей истории и наиболее полно, наверное, отражает картинную ситуацию в целом. Вот. Очень жаль, что коллега успел ответить первым. Как-то вот даже и сказать о том нечего теперь. Вот. Но на самом деле, я, конечно, постараюсь раскрыть и ваш текст, и, может быть, немножко поподробнее раскрою ответ коллеги. Вот. Ну, просто потому что мне кажется, это иногда полезно. Вот. И, соответственно, прошу не уделяться, потому что мой ответ в чём-то будет перекликаться с ответом коллегам. Вот. Коллег. Скажем так. Потому что про смартинку вам сказал другой коллег. Итак. Начнём. Значит, подскажите, пожалуйста, что делать. Пишите вы и задаёте вы вопрос, как поступить почти в самом конце... конце своего текста. Что делать, чтобы что? Именно. Как поступить, чтобы что? Ну, вот. Определите, пожалуйста, для себя этот момент. Как поступить, чтобы что? И что делать, чтобы что? Вот цель какая. Цель какая. Чего хотите, да, по итогу. Понимаете, поменять мужа? Да, это одно. Сохранить отношения, ну, семью. Это другое. Так. Значит, соответственно, больше внимания уделять себе и обрести счастье с ребёнком. Это третье. Вот. То есть определите цель, чего хотите. Но с чем работать, куда стремиться будем. Дальше. Мы с мужем вместе 6,5 лет у нас всегда было непросто, и когда встречались, когда поженились. Ну, соответственно, во-первых, в чём была непростота, в чём была сложность в начале отношений. Во-вторых, почему вы эту сложность приняли? То есть... Ведь, понимаете как, сложность — это цена. Цена за, ну, за какую-то обратную связь, то, что вы получаете. Если человек устраивает отношения здоровые и равноправные, например, или дать отношения, в которых ему комфортно, а? Да. Это могут быть необязательные, равноправные отношения. То вот этого вот суждения, что всегда было непросто, его не будет. Потому что человек понимает и чувствует самое главное, что он находится на своём месте. То есть, если мужчина, например, патриархат, да, то есть патриархальный мужчина, то, соответственно, женщина это принимает. То есть, ей комфортно в этом состоянии. Да, можно сказать, что непросто, но непросто будет только для другой женщины, которая считает, например, что мужчина и женщина равны между собой. Вот. То есть, непростота уже означает несоответствие тому, что хотите вы и тому, что есть. И тот факт, что вы согласились на это, уже говорит о излишней заинтересованности, о сверхмотивации и о нужде. И неудовлетворённости. Возможно компенсации, возможно неврозии, но это уже для более, так сказать, детального исследования. В нашей жизни была другая женщина, когда ребёнку было 6 месяцев, но там я считаю, что была виновата, там я считаю, что была виновата, так как я особо много внимания уделяла супругу и секса было мало. И именно здесь точно, скажем так, противоречие. Хотя, наверное, не такое очевидно, как предыдущие. Вы говорите, что появилась другая женщина и что вы виноваты в том, что она появилась. То есть, что получается, если вы, будучи молодой мамой, да, ребёнку 6 месяцев, не уделяете много внимания мужу по понятным причинам и не занимаетесь с ним сексом по понятным причинам, то любой мужчина должен изменять сразу. Ну да, может быть вы ответственны за то, что не было достаточно открытой коммуникации здесь, не было достаточного уровня доверия. Но уровень доверия и коммуникации напрямую упирается в первый пункт, в первый момент. То есть, соответственно, вы создали ситуацию, в которой вы себя обвинили. Что, опять же, является логичным продолжением того, что вы делали до этого. Не посчитали, что вы достойны чего-то большего. Потому что в любом кризисном аспекте, в любой проблеме в семье, с одной стороны, не виноват никто, с другой стороны, ответственность несут оба человека. Понимаете? То есть, вы ответственны здесь за организацию своих ресурсов, за оптимизацию использования своих ресурсов и так далее. За доверие и коммуникацию с мужем. А муж так же ответственен за свою часть, за выбор. Да? То есть, он выбрал, ну, наверное, легкий путь решения проблемы, не пожелал как-то подкорректировать отношения с вами и так далее. Знаете, за это ответственен муж. Эту ответственность вам обоим нужно принять. То есть, вам нужно принять, что муж ответственен в чем-то, а ему нужно принять, что он ответственен в чем-то. Вам нужно принять ответственность эту, потому что, потому что, иначе вы, вот когда вы принимаете ответственность полностью, да, вы говорите полностью, вы говорите, что да, я виноват. Вы, как бы, расписываетесь в том, что вы жертва. И когда вы ответственность не принимаете полностью, а тут только так, либо вы принимаете ее полностью, либо нет, по-другому, я уверен, у вас не бывает. То вы расписываетесь в том, что вы преследует. Сразу же. И по факту никаких полимеров нет. А мир и жизнь состоит из полимеров. Вот. А дальше. То есть, соответственно, здесь вы обрадуете своего супруга вопросом, для чего? И ответом на этот вопрос является ответ Кудрыщева Игоря Леонидовича, где он четко сказал, что созависимый партнер склонен обрадовать своего партнера. Другого, который часто его притесняет. Ну, отчасти это можно сравнить с Стокгольфским синдромом. Вот. Ну, то есть, вот, можете посмотреть зависимость и Стокгольфский синдром. Вот. Понятно, что разные истории, разные вообще вещи, но в чем-то они схожи. А мне кажется, что схожи они по конечных целях. Конечных целях схожи. Вот. Исходе в том, что конечная цель является по итогу ошибочной. То есть, как бы, она приносит какую-то обратную связь, но, по сути, ничего не даёт. Спустя пять лет он вообще не считал меня за человека, а за жену и подавно. Но, опять же, понимаете, то есть, здесь как бы нет вас. Это значит, он считал за человека и за жену. А что вы сделали, чтобы он считал вас за человека и за жену? А вы себя сами за человека считали? Вы себя сами за жену считали? То есть, вы ждёте, что кто-то будет вас считать за человека, за жену, но, а сами-то вы сами-то сделали что-то для того, чтобы это так было или нет? Если не сделали, то для чего вы ждёте, что другой человек будет это делать? За вас. До схода развода нас не успело развести. После второго заседания пару дней была попытка заиссидовать супруга. Здесь, опять же, как и сказал мой коллега, это манипуляция. Манипуляция, игра власти и так далее. Вот. Из этого, опять же, можно подобрать, в принципе, у родителей созависимости. То есть, супруг сделал специально это, чтобы вы от него не ушли. Вот. То есть, это вот он, по сути, подавлял вас, подавлял, 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 да. Когда увидел, что всё, как бы, рычагов подавления больше нет, соответственно, он испугался и решил прибегнуть к последнему средству. Знаю, что вы, как бы, ну, проагируете, да. Этим же продиктованным итогом он пошёл, зашился, там, от алкоголя. Вот. Но проблема заключается в том, что, эээ, защита от алкоголя, да, не решает саму проблему алкоголя, потому что, эээ, человек, который, эээ, злоупотребляет алкоголем, да, то есть, является алкоголиком, он играет, играет в игру, которая, так, по сути, называется, алкоголик. И вам, опять же, эту игру, психологическую игру, нужно изучить и посмотреть, что она значит и какие у неё, вообще, элементы системы. Я уверен, что ваше представление о том, почему муж пьёт и так далее поменяется в корне. В частности, уже сейчас я могу сказать, что алкоголики пьют, потому что им не достаёт чувств, им не достаёт чувств, им не достаёт контакта со своими чувствами. Вот. Ну, эта система большая, отдельная, поэтому, эээ, вам нужно, соответственно, саму эту тему изучить. Эээ, следующая ошибка, то есть, никакого алкоголя. То есть, когда много алкоголя, это плохо, когда никакого алкоголя, плохо тоже. Потому что много алкоголя, запрет на тревность, а никакого алкоголя, запрет на, соответственно, пинение. Но и так или иначе, это запрет, а любой запрет, это плохо. Понимаете? Поэтому целью терапии алкоголиков является не запрет алкоголя, а именно культурное употребление алкоголя. То есть, соответственно, употребление алкоголя в норме. Вот. То есть есть точно такая достаточно, ну, деструктивная позиция. Вот, он поехал, зашил себе торпеду на один год, ну, а после года, да, он... Торпеда выйдет, и всё, и он опять... Опять, ну... Будет пить. Самое всё, торпеда, ну, что решит, что решит торпеда? Что по факту торпеда решила? Кхм-кхм, Инна, вот, подумайте сами. Ну, всё она решила, торпеда, по факту. Вначале всё было хорошо, как же иначе? Ну, хорошо было, потому что мужчина испугался, и как любой человек, отчасти с садистическими наклонностями, да, которые прямо определяют его и алкоголизм, и грубость по отношению к вам, и беспорядочные половые связи, вот. То есть человек не чувствует себя, не испытывает сам чувств. Вот. Он питается чувствами других. Вот как, как только вы его обвиняли, да, пока вы его обвиняли, он чувствовал себя виноват. Пока вы действительно, искренне его обвиняли. Всё. Что для него было вообще честное изредо, вон выходящий. Ну, как только вы перестали, как только он понял, что, всё, он больше не виноват, он опять начал возвращаться к своему привычному поведению. Потому что чувства у него нет своих. А, спустя полгода начало все ручиться. Так, правильно, потому что, как и сказал мой коллега, для перемен, для реальных перемен вы ничего не делали. Вы не были у семейного психолога. Вы не работали сами с психологом. Муж не работал психологом. Муж не занимался психотерапией своего алкоголизма. Вот. Как, как могло быть по-другому. Скажутся ощущения, опять же, я не верю в то, что вы, ну, что вы серьёзно надеялись, что будет всё по-другому. Скажутся ощущения, что вы хотели, чтоб так произошло. Если вы хотели, то это ваше право, но ребёнку-то за что? Ребёнку почему-то про это должен? Сейчас он меня ни во что не ставит, может нахамить. Но, опять же, непонятно, где вы. Где ваша субъективная позиция в всей этой истории? Где ваша собственная самооценка? Где ваши собственные эмоции? Где ваши собственные представления о себе? Где вы в всей этой истории? Вот. Так. Может нахамить, что, мол, хлеб не так будет свежий? Всё в таком духе. Так, ну, здесь игра, психологически игра, попался в тупень сын. То есть мужчина ждёт, когда вы ошибёте, ждёт, чему предаться, чтобы увидеть на вас свой негатив. Опять же, про эту игру вы можете почитать в интернете. Лучше поймёте, что происходит и с чем она связана. Вот. Также, мне кажется, что у мужчины так называемый оральный тип. Можете тоже почитать про оральный тип личности. Я надеюсь, что это будет для вас полезно. Так. Перестал говорить нежные слова. А мотив? Какой мотив? Не могу ему говорить вам нежные слова. Значит. Так. Мой труд принимает как должное. А какой ему мотив принимать ваш труд не как должное? Не пытаясь следить за собой. Может насорить и рассказать вещи. А какой ему мотив действует по-другому? По-другому. Вроде бы как у всех пищевые, да? То есть сравнение себя с другими. Причём не все, когда решили за вас. Как часто вы это делаете? Как часто вы сравниваете себя с другими? Кто это делает? Кто это делает? Вот кто? Чей голос мучает у вас в голове в этот момент? Когда вы сравниваете себя с другими людьми? Вот. Для чего вы это делаете? Дальше. Мне обидно. Обидно это что? Ожидание. Завышенные ожидания. Чего вы ожидали? Что вы хотели? Что вы сделали для того, чтобы то, что вы хотели стало реальным? Плюс ко всему мы редко занимаемся сексом, когда я начинаю с ним об этом говорить, у него одна отмазка, я устал. А дело в том, что алкоголь, он для того и употребляется, чтобы не заниматься сексом, потому что алкоголики боятся эмоциональной близости, как и любые люди, у которых плохо развит эмоциональный взгляд. И, соответственно, когда алкоголь не стало, то мужчина начал заменять его чем-то другим, лишь бы с вами не взаимодействовать, ну, как бы, в этом смысле, в мультимной сфере. И женщина другую завёл тоже, потому что он не был эмоционально близок, а с вами была эмоциональная вовлечённость. Вот, в этом плане можно сказать, что в какой-то степени, в какой-то такой извращённой немного степени он вас любит, то есть у него есть к вам, сейчас к вам. Сейчас вообще собирается играть в азартные игры, я начинаю возмущаться, тут это детский сайт, и нужно взрослеть, у нас три кредита. Так, мужчина начинает играть в азартные игры. Для чего? Почему? Да? У вас есть два пути. Принять и обвинить. То есть, как бы, вот. Тем самым подкрепить его желание играть в игру. В игру. Азартные. Да и любую игру. Так, логически. Вы выбираете родительскую позицию, позицию обвинения. Тем самым стимулируете мужчину ещё больше играть на зло. Вам. А, ну да, сказать, что ты говоришь. Сказать, хочешь играть? Да, пожалуйста, играй. Только, чтобы это не вредило мне. Будет мне вредить, я буду, как бы, принимать меры, всё. Ну, всё. Ну, на самом деле, ну, хочешь с мужчиной играть, ну, пусть играет, всё у нас возросло. Кредиты – его проблема. Бизнес – его проблема. Вы переназдели имущество, если, вот, развод будет, да, вы, там, как-то, ну, всё определите, и всё. Это единственное, что мы всё делаем. Но то, что вы делаете сейчас, его ещё больше мотивирует на деструктивную модель поведения. Вот, и всё. Опять же, в описании к игре «Алкоголик» это написано более подробно. Ну, ты относишься не только к игре «Алкоголик», это и к наркоманам, и вот к игроманам относишься. К трудоголикам относишься тоже, тоже. К любой зависимости. Так, у нас три кредита. Ну, опять же, да, вот, три кредита, как бы. Откуда идея жить в кредит не на своё, как бы? Не берётся так? Наверное. Откуда идея занимать родительскую позицию, что пора повзрослеть? То есть, вот противоречия, да? Мужчина вроде главный, мужчина вроде вас патриархальный, да? А при этом вы выступаете родителем. То есть, не принимаете его позицию, не подчиняетесь ему. И что дальше? То есть, понимаете, да? Причина вашей уважения и удовлетворённости. Мне мужчина нужен сильный и доминирующий, но при этом я считаю, что ему надо повзрослеть. Понимаете? То есть, определиться нужно с тем, что вы хотите для себя. Да, будет всё понятно. Так, значит, на что он отвечает, что меня он не спрячет, будет его так считать, ну, правильно смогло. Сейчас повторяю фразу молча и женщина. Вот опять же. Это то, как вы себя видите. Мужчина, ваш мужчина, ваш муж, это отражение вас. Это отражение вашей, вашего представления о себе, по сути. Мне обидно. Опять же, в чём, в чём, в чём, ну, по поводу обиды я уже сказал, да? Никак не могу до него достичь, а смысл? Какой мотив мужчине вас слушает? Зачем? Язык слов мужчины не понимают. Мужчины понимают, не понимают язык действий. Только, к сожалению. Вроде любит, как это проявляется? Как проявляется вы, что вы его любите? Он ведёт себя, как реальный пацан. Так он всегда таким был. И вы принимали его. А получается, что нет. У меня вообще есть сомнения, что вы его любите. Потому что вот вы не пишите, что вы его любите. Он вас, да, а вы нет. И, соответственно, поэтому проблема с принятием. Если главное условие для отношения, то безусловное принятие партнёров. У вас этого нет. И никогда нет. Возникает вопрос, а для чего тогда вы в отношениях? Вообще есть на шаг. С ребёнком тоже не занимается, он хороший папа. А как он может быть хорошим папой, если он с ребёнком не занимается? Что тогда хороший папа? Что тогда? Чем он хороший папа? Непонятно. Сейчас с собой никуда не берёт осмысл, мотив. Куда бы я ни приглашил на его объяснение, что в лом. Ну, правильно, в лом. Смысл. Какой мотив? Вот подумайте, Инна, какой мотив ему вас куда-то брать? Зачем? Как поступить? Чтобы что? Иногда приходит в голову, зачем это всё нужно. Да, хороший вопрос. Но вам это нужно, потому что вы себя принижаете. Вы себя обещаете. Это подтверждение вашей позиции. Потому что если позиция будет другая, например, что вы достойны большего, то вам придётся что-то менять. А меня чего-то не хочется. Страшно. Может быть. Может быть под запретом. Может быть что-то ещё. А так, когда вы в состоянии шерсть внуши, ну вот, он такой плохой, я такая несчастная. И всё. Я, конечно, может тоже не подарок, но его стараюсь не обещать, ни словом, не делать. Потому что сама формулировка не обещать, стараюсь, она вообще звучит, скажем так, инструктивно. Потому что, видите ли, обидеть можно только того, у кого завышенные ожидания. Обидеть можно только того, кто зашлёт кого-то, пытается, ну, чего-то достичь. Вот. Вот. И всё. И, как бы, что значит обидеть? Это то же самое, как кредит. Когда людей спрашивают, а, значит, ипотеку взял, ну, так вот платить будут за своё, говорит человек. В смысле? За своё. Ипотека-то не твоё. Квартира, которая заплачена, не твоя. Она только будет твоей. А пока ты не заплатил, не будет. И деньги, которые мы берём в кредит, это не наши деньги. Понимаете? О. То же самое здесь. То же самое здесь. Понимаете? Что значит обидеть? Критиковать конструктивно человека можно и нужно. Если он, ну, если вы предлагаете что-то реально, вот здесь вот, нужно делать не так. Вот здесь вот, если что-то происходит, да, то лучше сделать тайт-факт, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот конструктивная критика, предлагающая конструктивность, критика развивающая. Никаких обидов, речи не идёт. Опять же, вы здесь судите по себе. Вам обидно, и вы боитесь обидеть другого. То есть нет полимеров. Полимер. Вот здесь. Кроме слёз и внутреннего переживания за последние три месяца не нажимал. Ну, так это позиция жертвы, опять же. Позиция жертвы из треугольника Кармана. Можете тоже об этом почитать в интернете. Вот, вот и всё, соответственно. То есть, по факту, можно рекомендовать вам какие-то вещи, да, можно обозначить сферы, с которыми нужно работать. Но я не вижу смысла, потому что ваш вопрос, он был именно такой. Как поступить? И на него ответа нет. Потому что как поступить, чтобы что? На этот вопрос у вас нет ответа. И понимаете ли вы, что вопросом, как поступить, вы уже от нас хотите, чтобы мы вам подсказали, как поступать. А это так не работает. Решение принимать нужно мало, потому что это ваша жизнь. Мы можем подсказать, что блокирует принятие решения, что мешает принять его свободно. Это мы можем сделать. А решение принимать, принимайте вы сами. Бродвину, в случае по отношению к нам, вы тоже станете преследователем, который, ну, будет обвинять в данном случае специалиста в том, что он поступил плохо, непрофессионально и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!